Так, друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и давайте так! Сейчас будет чуть-чуть вступления, затем будет основная жирная часть, где будет все кратко, быстрее по делу, а затем концовочка и подведение итогов. История начинается с чего? Знакомый, хороший друг, скажем так, купил участок и обратился мне, попросил построить небольшой теплый домик, который можно перевести манипулятором на пустой участок. Так, первая цель и задача это доставка манипулятором, далее, чтобы в этом домике было более-менее тепло, чтобы можно было приезжать на выходные, остаться с ночевкой, пожарить шашлычка, хранить какой-либо инструмент, чтобы все это было красиво, аккуратно и недорого. И он закинул идею-просьбу, если есть возможность, чуть-чуть внутрянку подготовить под будущую баню. Но он сказал, что это не точно, но лучше сделать. Вдруг через годик-через два построится более-менее побольше домик, и эта постройка уйдет в баню. Соответственно, в этом ролике хочу вам показать и рассказать, как я сделал небольшой теплый домик на минималках, 2,40 на 4 метра, который находится у меня за моей спиной. Также, забегая наперед, хочу вас пригласить в Телеграм-канал. Там я всегда, каждый день выкладываю очень интересный контент, что происходит на стройке, какие движухи мы делаем. И также, кто посмотрит это видео, обязательно напишите комментарий, поставьте лайк, напишите свои мысли. И всем, кому понравится эта идея, я сделал готовый проект, который вы можете посмотреть по ссылке в описании, и я вам предоставлю его за небольшое вознаграждение. В общем, вам желаю приятного просмотра. Ролик получился супер мощный, супер познавательный. Даже для самостройщика, посмотрев этот видос, уже возьмет что-то на вооружение и даже сможет сделать это сам. В общем, вам желаю приятного просмотра и поехали! Для начала напилил кубиков из остатков бруса. На них будет стоять вся постройка. И также подготовил рабочее место, верстак, на котором буду делать весь распил материала. Для обвязки использую доску 40 на 150. Пилю пару заготовок по 4 метра и 3 заготовки около 2 метров. Размеры говорю примерные, более подробно есть все в проекте. Кидаем на землю импровизированные кубики, как бы блоки, и собираем обвязку. Креплю на ершоные гвозди в 90 миллиметров с пистолета. Затем выравниваем диагонали. Далее запиливаю лаги пола. Доска 50 на 100. Вся доска сухая, нестроганная, влажность максимальную находил до 14%. Сделав разметку на обвязке, закрепляю лаги пола. Далее запиливаю нижнюю обвязку и креплю к лагам. С помощью уровня предварительно выровнял плоскость, но более точно уже выставил вечером по лазеру. Собираю углы буквой «Г». Весь каркас буду собирать поштучно, так как собрать стену и поднять не получится. Тупо не хватит площадки. А собирать на земле и поднимать в одну каску мне жалко свою спину, и вам советую беречь свое здоровье. Установил углы, выровнял по уровню и закрепил на временные укосины. Запиливаю верхнюю обвязку и ставлю на свое место. Затем потратил время и напилил сразу все стойки на все стены. Сделал разметку и поставил на свои места. Спереди у нас окно и дверь. Слева сбоку маленькое окошко. И две стенки получились глухие. Доску стараюсь использовать по максимуму, без остатков. Даже хватило на ригель над окном. Хотя для такой постройки это излишки. Крыша у нас будет односкатная. Запилил все стропила и поставил на свое место. Все остатки пустил на проставки между стропил. Установил лобовую доску и стал закатывать ветрозащитную пленку. Сразу напилил всю рейку на фасад. Размер рейки это 25 на 50. И закрепил на 75 гвозди. На крыше также сделал рейку для вентзазора. Затем закрепил обрешетку и накрыл листами ОСБ 9 мм. В дальнейшем будет тут гибкая черепица. Поставил пластиковое окно. Осталось от строительства дома. Оно тут блатное. В два стекла и 70 профиль. И пошел во внутрянку. Начинаем с пола. В полы буду использовать утеплитель. Пеноплекс комфорт. В будущем этот домик может перерасти в баню. Поэтому делаем пол из пеноплекса. У него низкий коэффициент теплопроводности. И самое главное это нулевое водопоглощение. Поверхность гладкая. И таким образом возможно будущий парной. Если она все таки будет. Сразу этим утеплителем зададим угол наклона. Для схода воды. Сразу чтобы отбить диванных экспертов. Пеноплекс свободно работает от минус 70 до плюс 75 градусов. И переделав домик в будущем в баню. В полу. Никогда не будет такой температуры. Ну максимум 50 градусов. И то это надо постараться. Поэтому из такого материала круто делать проливной пол. Не теряя при этом утепление. По лагам пола набиваю бруски. В будущий парной бруски идут с уклоном. Укладываю пеноплекс и запениваю швы. Также у пеноплекса отличная биостойкость. Бактерии, плесени, грибка. Вы тут никогда не увидите. Ну и срок службы более 50 лет. Так что этот утеплитель даже домик переживет. Круто еще то, что одной пачки хватило прям на весь пол. В будущий парной я не делал слив. Так как первое время это будет домик. Поэтому пока запенил и соединил пеноплексы в едино. Если вдруг заказчик захочет переделать в баню. То снизу легко залезть и прорезать край утеплителя. Поставить желоб из 110 трубы. И вот вам отличный проливной пол с утеплением. Сверху по лагам накидал об решетке. Наступил солнечный день. И начал делать фасад. Использую на фасаде имитацию брусса сорта АБ. Толщиной 18 мм. А ширина 135 мм. Креплю на косую. Вшип на финишный гвоздь. В дальнейшем еще каждый угол прокрутил по два желтых самореза. На всякий случай, чтобы больше задать жесткости. Пока погода светит, ушел на кровлю. Поставил самодельные леса. Как их делал, ссылка есть в описании. И подготовил весь материал для кровли. Сначала буду крепить карнизную планку. Затем раскатаю подкладочный ковер. Далее закреплю торцевые планки слева-справа. А уже потом буду собирать кровлю. Монтировать все буду с пистолета на гвозди. И сама крыша будет из гибкой черепицы. Закреплять также буду с пистолет. Первый ряд укладывается стартовый. Просто берем гонт, отрезаем лепестки. И вот у нас стартовая полоса. Не забываем первый ряд промазывать мастикой. И также с торцов. Толщина слоя не более 1 мм. Мазал прям шпателем на сдир. Ну а потом пошла укладка гибкой черепицы. Которая происходит со смещением как пазл. Очень просто, очень быстро. Ушло 3,5 пачки. По времени меньше часа работы. И отличный красивый результат. Далее ушел во внутреннюю отделку. Утеплив все стены, добавил закладные доски по углам для внутренней отделки. И затянул все в пароизоляцию. Сразу по стойкам пустил обрешетку из рейки и дюймовки. Протянул электрику. Тут пару розеток, освещение внутри и подсветка улицы. Ну и также уличная розетка и в одной кабель. И затем стал обшивать вагонкой. Это осина. У меня в наличии был небольшой запас. Длина ее в полтора метра. Поэтому пришлось стыковать в шахматном порядке. Если бы я закупался с нуля, то взял бы просто двухметровую. А на длинную стену 4 метра. Боковая стена также собиралась в шахматном порядке. Крепил все на финишный гвоздь, в шип. На потолок уже докупил вагонку. Длина 2 метра. Качество отличное. Собирается за 5 секунд. Поставил дверь и сделал пол. Доска у меня тут 40 на 100, 40 на 150. То, что было в наличии. Часть пола сделал с зазором. Где будет проливной пол. А часть пола стыковал вплотную. Доска тут сухая. И чтобы было все по красоте, также ее пропустил через рейсмут. Всю доску протянул на саморезы. Далее собрал щиток. Поставил розетки. Выключатели. Установил плинтуса. На фасаде сделал освещение. Поставил наличники. Сделал откосы. Окантовки окон. И вот готовый результат. Продолжение следует. Итак, друзья. Давайте немножко подведем итог. Во-первых, кому понравился видос и кто хочет более подробно посмотреть ну скажем некоторые этапы строительства детали, то в описании под роликом есть ссылка на мой канал Сделай Сам. Смело переходите. Фильтруйте. Там буквально 3-4 ролика. Есть поэтапно. Как собирался каркас. Как собиралась обвязка. Как делался фасад. Как делалась кровля. Как делалась внутрянка. Все это есть на моем канале. Также, друзья. По, скажем, по себестоимости. Я знаю, что многих будет интересовать сколько, во сколько обошелся этот домик. Пусть он маленький. Пусть размер жилой площади где-то примерно 8-10 квадратов. То есть, по факту, на семью из двух человек даже с ребятенком можно приехать на выходные спокойно переночевать побегать на свежем воздухе позаниматься своими делами на огороде и спокойно уехать домой. Это такой, скажем, эконом-бюджет вариант чтобы уже можно было тусоваться на даче. Следующий момент. Сколько стоит? Сколько обошлось материалов? Во-первых, по всем регионам у всех цены разные. Я буду говорить за себя. Конечно, я некоторые вещи учитывал в полцены. Например, окно тут стоит Rehau. Оно 70-й профиль, 3 стекла. Это окно должно было поставиться мне в большой дом. Но компания немножко промахнулась по размерам и они мне изготовили новое окно а это оставили в подарок. Чтобы вы знали, вот такое окно сейчас, я не знаю, сколько стоит но 2 года назад оно обходилось в 20 тысяч. То есть, я просто порубил по 50% и посчитал в смете как 10 тысяч. То же самое касается двери. Эта дверь была установлена в нашем маленьком доме. Дверь мы покупали по 20 тысяч за штуку. Она утепленная, с двумя замками, с защелками. Опять же, в смете я написал как 10 тысяч. То есть, тоже можно от этого отталкиваться или нет. В общем, если нам осталось тут только покрасить возможно, где-то что-то подшпаклевать какие-то щелочки, как бы, ну, бывает там же доска естественной влажности и общая сумма на круг получилась примерно 140-150 тысяч рублей. Это только материалы. Конечно, я где-то, может, крепежа чуть-чуть не учитывал но вот так вот взять 130-150 тысяч рублей. Это только на материалы. Чтобы построить себе теплый маленький домик 2,40 на 4 метра вы можете брать на вооружение эту цену. Посчитать тут примерно просто. Каркас обошелся где-то в 20 тысяч. Дверь, окно еще 20 тысяч. Фасад у нас имитация бруса 18 толщиной. Сорт А, Б. Сюда сразу прилипает 20 тысяч. Внутрянка. Я использовал осину, которая у меня была в наличии. Она практически экстра. Если покупать такую, она стоит сейчас космических денег. Ну, если брать обычную вагоночку евро, сорт Б, я думаю, где-то 20-25 тысяч это встанет. Внутрянка. Мы уже получаем 85 рублей. Добавим сюда полы. Доска рублей 10, 95. Добавим сюда кровлю, ОСБ, гибкая черепица. Еще рублей 10, уже получается 105. Внутри сделана электрика, все пленки, вентзазор, сюда крепеж, какие-то мелочевки, доборки, углы, наличники, откосы, освещение. И в итоге плюс краска, один фиг, получится примерно 130-140 тысяч рублей. Понятно, что можно собрать, взять окно подешевле, купить на Авито за 2 тысячи рублей, дверь сделать деревянную, самодельную, но вы уже получите немножко не ту постройку. В ней летом можно будет остаться на ночь, включить там обогреватель, конечно, будет сифонить со всех щелей, но если сделать более-менее хорошо и из более-менее нормальных материалов, по-простому, но качественно, можете ориентироваться на эту цену. Также, что я хочу сказать, нам осталось покрасить. Я жду краску, заказал краску, то есть на канале Сделай Сам покажу, выпущу ролик, немножко более точнее пробегусь по смете, то есть разобью ее, как я сделал я, и как можно сделать еще, что можно удешевить, скажем, не во вред качеству. Поэтому также подписывайтесь на канал Сделай Сам, тут оставляйте свои комменты, свои мысли. Я знаю, что диванные эксперты сейчас будут ныть, типа, построил сарай за 150 тысяч, да я дом 9 на 9 строю за такие деньги, из блоков там на плите. У нас много диванных экспертов. Если вы строите, ребята, дай вам Бог, приезжайте ко мне за 150 тысяч, там, построите мне дом 9 на 9 из блоков на плите. Я даже 200 вам заплачу. Конечно, это все юмор, но многие люди как бы не понимают, сколько стоит материал. Я уже не считаю суда работу. Работу каждый оценивает сам индивидуально. Кто-то берет 100%, кто-то 75%, кто-то 50%. По знакомству, по братски, там, скажем, по родственному, там можно и 30-40% взять и так далее. В общем, долго болтать не буду. Спасибо вам за просмотр. Более подробные серии есть на лайв-канале. Также обязательно залетайте ко мне в телеграм-канал. Много годного контента, полезного, реально жизненного. Всем рекомендую, всем советую. С вами был Сергей. Это канал Домашний Мастер. Всем хорошего настроения. И скоро увидимся. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!